В России продолжается чемпионат мира по футболу. Одержав победу в матче с Египтом, наша страна впервые в постсоветской истории вышла в 1-8 финала. А в Нижнем Новгороде прошла несанкционированная демонстрация шведских болельщиков. Задержанных и пострадавших нет. В тот же день сотрудники Угрозыска задержали активиста местного отделения политического Красного Креста Дмитрия Калиничева. В УВД на него составили три протокола. Последний за одиночный пикет. Несмотря на то, что такие пикеты не требуют согласований. В Ижевске провели свое футбольное соревнование. Ежедневно физические нагрузки будут сбегать, прыгать, обрабатывать мяч. Матч состоялся в зоопарке. В игре принимали участие местные обитатели – морские свинки. В матче сразились две команды свинок – Реал Грызун и Свинка Чемпион. За поединком наблюдали гости зоопарка – дети и их родители. Несмотря на поддержку фанатов, грызуны предпочли отсиживаться в центре поля, а вратари и вовсе ушли. Счет так и не открыли. Игра закончилась ничьей. Свою фан-зону устроили жители Новой Нелидовки в Белгородской области. Для этого даже не пришлось выселять студентов из общежитий и срывать учебный процесс. В Перми местные жители и приставы борются с нелегальной торговлей венками и надгробиями на улице Красноборской. Приставы требуют очистить территорию от похоронной атрибутики. Еще в апреле суд поручил свернуть торговлю. Бизнесмены утверждают, что лучшего места для торговли ритуальной продукции не найти, ведь улицы соседствуют с городским кладбищем. Люди же едут на кладбище, им удобнее здесь приехать, выбрать камень и заказать на могилку. В Челябинской области на месте падения метеорита прошла церемония открытия поклонного креста. Именно в этом месте на берегу Чебаркульского озера пять с половиной лет назад упал камень из космоса. Чебаркульского озера заявил на церемонии про теорей Дмитрий Егоров. О, ужас! Что за оказия? Вы слышали этот взрыв очень страшный? Метеорит пролетел? В Твери рухнули перекрытие дома, в котором провел детские годы известный шансонье Михаил Круг. Вплоть до первого этажа рухнул дом номер 48 Морозовских казарм. Комплексы кирпичных зданий в стиле псевдоготики, построенного на рубеже 19 и 20 веков для товарищества Тверской мануфактуры. В соседнем доме продолжают жить люди. Здание уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Жители жалуются на плесень, дырявые перекрытия и изношенные электросети. В любой момент может обвалиться стена или замкнуть проводка. Не расселить аварийные дома, не сохранить памятник архитектуры, местные власти не в состоянии. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Жители Академического района Москвы жалуются на нелегальные притоны в жилых домах. Два борделя расположены по улице Вавилова, причем окна одного из них выходят на здание местной школы. Звонок перед дверью сорван, а хозяева притона установили в подъезде камеру, через которую наблюдают за посетителями. С улицы через окно видно, что в одной из комнат установлен телевизор, на который транслируется все, что происходит на лестничной клетке. Жители жалуются на нескончаемый поток посетителей к путанам. Зачастую ими становятся гости из ближнего зарубежья и сотрудники коммунальных предприятий. Люди говорят, что к ним часто приезжала машина Мосводоканала. В начале июня жительница подъезда обнаружила, как из квартиры, в которой расположен притон, выходил сотрудник полиции. Когда женщина спросила, что полицейский делал в борделе, страж порядка пустился на утек. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Если бы в нашей стране была легализована проституция, то доходы от нее поступали бы в бюджет в виде налогов, а проститутки смогли бы рассчитывать на пенсию, пусть и с 63-х лет. Я могу снизить высокое артериальное давление. Один из зрителей нашей передачи, Павел Жданов, представил свой фан-арт за ставки секундочек. Что? Да. Вот так просто. Большое спасибо. В понедельник в Самаре сборная «Россия» встретится с командой «Уругвая» в рамках Чемпионата мира по футболу. А в следующую субботу, 30 июня, в подмосковном Сергиевом посаде пройдет фестиваль физической культуры «Русский мир», где любой желающий сможет сыграть в городки или потянуть канат. Оставайтесь сильными. Берегите себя и страну. Идите на три буквы. Субтитры создавал DimaTorzok